Гритероз. Чем хороша Америка? Чем хороша Америка? Вдруг однажды хочешь написать роман. Чего? Почему? Куда? Заявки от редакции нету, ничего нету, просто хочешь написать роман. Ну, наверное, конечно, там сказываются какие-то предыдущие твои работы, предыдущие твои стихи, предыдущие твои научные деятельности, но однажды ты садишься и пишешь роман. Этот роман меня очень долго мучил, потому что я знал начало и не знал, с чего начать. Я знал начало, но не знал, что дальше должно быть. Потом однажды в бане я заснул, сам заснул. И вот проснулся и написал одну главу, которая даже не первая была. Она была там где-то 15-16. И потом, когда я вернулся к началу, я знал, что роман начнется с фразы «Барбару распадили звонки». Потом написался весь роман. Он выстроился просто. Причем роман очень интересно, как теперь я это пойму. Только теперь понимаю. Здесь нет отрицательных героев. Здесь нет положительных героев. Здесь есть мы с вами. В каждом персонаже. Обратите внимание, что я сказал. В каждом. Здесь есть Барбара, героиня, американка, успешный адвокат, который делает свою карьеру, развилась со своим мужем, имеет свои какие-то родители, там какая-то история. Она частично есть в каждом. И многие даже мне здесь, в Киеве, говорили, что очень похожая судьба. Есть ее муж-сцен, в котором она развелась, который, в принципе, который стал раздражать ее карьеру, который стал, он стал видеть, что она достигает в своем карьерном росте большего уровня, чем он. И, в общем-то, он стал над ней смеяться. Господи, это известная история. Но он тоже не отрицательный персонаж. Он таким образом защищает свою несостоятельность. Но ей хотелось место развести с ним, потому что, если ты хочешь перспективы, ты должен со старым расстаться. Нельзя перспективы тащить старым. Тут есть Джастин, совершенно непонятный персонаж. Я не знаю, откуда он и кто он, как он свалился в аналоге. Не знаю его. Я не знаю его истории. Но он пришел и сказал, «Багра, пришло время ехать в круиз». Она говорит, «Какой круиз? У меня тут заседание на заседании». Он говорит, «Пришло время». И, в принципе, так подстроил как-то, что он в этот круиз поехал. В этом круизе он ее пронщил через семь вечерних платьев. Каждый вечер был связан с вечерним платьем. И это вечернее платье давало ей возможность настраиваться на те события, которые происходили во время медитации. И вот в течение семь вечеров она познавала себя. Открывая себя, она познавала любимого, к которому потом она смогла встретиться. Это Джона Муцеканта, который тоже имеет свою историю, который, может быть, даже здесь, на Украине, как бы себя кто-то найдет. В конечном итоге, это вроде бы, когда мы стали размещать эту книгу в издательствах России, то там есть рублики, куда можно отправлять. Но мы хотели, чтобы эта книга была напечатана в России. Российский мыслят. И вот там есть любовный женский роман. Она туда подходит. Эзотерика. Она туда подходит. Там о природе. Она туда подходит. То есть мы вдруг обнаружили, что мы не знаем, куда ее девать. Потому что она вмещает человека. А человек это все. Человек это все. А тем более здесь нет треугольника знаменитого. То есть я еще раз говорю, нет отрицательных персонажей. Удивительная книга, которую я могу рекомендовать, чтобы вы ее прочитали, если захотите. Но, тем не менее, эта книга, которая подвела итог какой-то. Вот эта книга для меня, она как переход. Вот до книги это один Симонов. После книги это другой Симонов. Это другой Симонов. Это другие слова. Это другая анализ. Это другая возможность. Я бы сказал, что сейчас я уже не провокатор. Я игрок на свирели. Может, это неправильная молитва. Но какое это имеет отношение к нашей песне? Я чужу на лугу, играю на свирели. Кто-то рядом идет, прислушивается. Хорошо. Нет, не страшно. Ты что-то другое услышишь. Вот эта книга, как покончила с провокаторством. Мои. Поэтому она для меня очень дорого. После ее написалось еще несколько романов. Взорванное небо. Мария Иисус. Очень ценный для меня роман. Фантастический, который унашивал один следующий с Киева. Но не знал, как его писать. Потому что представляете, я вам Мария Иисус. Сейчас написался этот роман. Написался сценарий «Рожденный любить», который я сейчас хочу снимать. В этом году. Написался еще один кинороман. Я не смог написать сценарий, потому что меня закрестнули эмоции в Монголии. Просто закрестнули. Связанный с буддистством, христианством, и все всем остальным. Написан тоже роман. Он называется «Взорванное небо». Он должен сниматься в следующем году в Голливуде. И эта книга должна экранизироваться тоже. Потому что я сегодня понял, что очень важно исключить насилие по воздействию на человека. Вот даже наша сейчас встреча, она немножко насильственна. Потому что я вас все-таки назидаю. Как бы то ни было. Как бы я не хотел исключить этого. Но я назидаю. И кто-то чувствует какой-то дискомфорт. Наверное. Книга, когда вы берете книгу и читаете, тут нет назидания. Вы здесь или откроете себе, если мне хватит таланта. Или не откроете. Но назидания нет. Кино еще интереснее. Оно еще бы менее назидает. Оно дает тебе картинки. Оно тебя вводит в ассоциацию какую-то. И ты там или увидишь свое, или не увидишь. Опять-таки зависит от таланта моего, как, допустим, продюсера, автора сценария, директора. И вашего, как человека, способного любить. Ибо эта тема сквозной проходит линией у меня. Тема любви. Ибо любовь для меня это не отношение по Богу. Любовь – это попытка человека обожествить. Не на уровне реальности. На уровне он и так обожествует. Почему мне его обожествлять? Все вы от Бога. И по образу и подобию. Нет. Вернуть вот это состояние ответственности себя Богу. Вернуть вот это состояние ответственности перед женщиной, которая реальная богиня, ибо она проводит жизнь на земле. И вернуть ответственность Бога к себе, к мужчине, который способен женщине помочь и физически, и ментально родить ребенка. И родить мечту ее. Ибо нет большего ценности сегодня на земле, кроме мечты женщины. Здесь есть интересное пересечение, связанное с Атлантидой. Я брал два пространства. Реальную жизнь и Атлантиду. И пытался как бы соизмерить. Вот Барбара в своих медитациях она погружалась в пространство Атлантиды. Атлантиды удивительной страны, которая, благодаря которой мы с вами не погибли. Атлантида удивительная страна, на которой была отработана гибель человечества. Именно таким образом, чтобы лучшее спаслось, а худшее ушло. У нас теперь нет шанса его умереть. У нас есть шанс только рождаться. Поэтому, если кто-то вам будет говорить, что человечество обречено, не верьте. Это рубрик. Человечество обречено на радость, прицветание. И это уже реальность. Посмотрите на себя, посмотрите на этот мир, посмотрите на эти радости, посмотрите на детей рождающихся. И вы поймете, что человечество обречено на счастье. А вот реализовать это счастье придется трудно, потому что нужно начинать с себя. Я хочу прочитать одну главу. Я долго думал читать, но ее не читать. Но мне кажется, что я ее прочитаю. Джон, это они уже как бы познакомились с Барбарой, Джон, человек, который играет на этом круизе во время медитации, и который во время медитации не видит, что происходит в зале. И Барбара, та женщина, которая проходит какое-то посвящение собой, своей любовью, и она должна сделать так, она должна мечтать так свою любовь, чтобы Джон ее увидел. Если что-то о вас спросите, я пока буду искать.